Девушки отдыхают Ее нет. Они подальше отошли, а там уже наши камеры не видят. Ваш муж был мастером спорта по боксу, и он вас все это время сбивал? Да. Какие еще есть свидетельства того, что ваш муж вас систематически сбил? Только домработница и надо видеть дело это все. Больше нет. Макс? Кто звонил? Макс. Кто звонил, спрашиваю. Дядя мой. Что за дядя? Амирага. Телефон покажи. И что ты там записала? Просто он попросил кое-что купить, и я записала название этой вещи. Ладно. Давай собирайся. Идти нужно. Куда? По делам. Собирайся, да. Простите, пожалуйста, я не мог не ответить. На чем вы остановились? Я вам рассказала о своем выкидыше. Да. Да. И значит, после этой ситуации вы потом опять больше не могли забеременеть? К сожалению, нет. И это стало моим самым большим горем. Муж перестал обращать на меня внимание. Изменял. Я хотела уйти, но он почему-то не давал развода. Я не знаю, зачем он это делал. Скажите, он употреблял что-нибудь, кроме алкоголя? Ну, запрещенное вещество. Честно, не знаю. Были дни, когда он приходил и был не в адекватном состоянии, но перегоры от него не было. Возможно, он что-то употреблял. Понятно. Баян. А теперь, пожалуйста, как можно более подробно. Вспомните и расскажите мне все, что происходило в тот самый день. Я, как обычно, была дома. В тот вечер я просто сидела на кровати и приводила себя в порядок. Пришел мой покойный муж, как всегда был злой, начал обвинять меня в том, что я бесплодная, никчемная. И неожиданно из-под тяжка ударил меня кулаком по лицу. Я понимала, что это все. Я так больше не могу и не хочу. Впервые я попыталась дать отбор и ударила его между ног. И бежала изо всех сил. Я решила уйти. Оставив все. Я думала, что я успею. Несмотря на то, что ему было тяжело, он догнал меня. Я думала, что я успею. Мне было так страшно. Я просила, я просила отпустить меня. Саягуль была дома, но она мне не помогла. Саягуль была, схватила за волосы и потянула на кухню. Вы можете показать то место на голове, где он схватил вас за волосы? Что было дальше? А потом он завел меня в кухню. Он потащил меня на кухню. Я просила, я кричала, умоляла. Отпусти. Закрыл на собой дверь. Но он начал угрожать мне. Ударил. Мне было так страшно. Он схватил нож. И начал угрожать. Я пыталась отбиться. Но он порезал мне руку. Он сказал, что убьет меня и всю мою семью. Он начал душить меня. Я не знала, что делать. Я увидела нож. И из последних сил сходила. Ударила я его прям в сердце. Я не знала. Я не поняла, что я сделал. Я не хотела его убивать. Я просто хотела его успокоить. Я клянусь. Я не хотела. Бояна. Вы поступили правильно. Вы защищались. Если бы не вы, то он бы вас убил. Да лучше бы он меня убил. Я не могу. Так пусть же я устала. Послушайте. Вы скоро выйдете отсюда. Все это останется позади. Я вам обещаю. Скажите, а какого телосложения был ваш муж? Метр восемьдесят восемь. Вес около сто килограммов. Вы эти данные следователю давали? Да, но они не приняли. Они поверили словам домработницы, хотя ее не было в тот момент в комнате. Айке, вы тут надолго? Пока не знаю, а что? Не, просто шаролан брык. Ладно, езжай, я потом на такси доберусь. Только завтра с утра что-то у меня. Вот, сунду. Давай. А, сухазар, сакеминге сговораться, да? Тебе какая разница? У нас есть, как разница. Бах, ты родной. Поговорка такая есть. Меньше знаешь, крепишь, спишь. Вот мне надо, чтобы ты завтра утром ко мне приехал выспавшийся. Поэтому езжай, делай свои дела. Быстро домой поспать. И свеженький с утра, завтра у меня. Все, пока. Ясо? Алло, Деки. Деки. Тут Амир опять к этому сакину приехал. А напомни-ка мне, кто такой сакин? Это его друг. Он тоже адвокат, только опытный такой, хороший. А, и чего он? Ясо, сакин, сакин. Я так понял, помогает Амиру? Они уже сколько разведятся? Сакин ему советует по законам, работу предлагает. И мне кажется, он сейчас против вашего дела тоже Амиру помогает. А, а ты можешь его телефон мне нарисовать, а? Топ-берем, топ-берем. Отлично. Скинь контакты, а там я уже сам порешаю. Чарей, чарей. Давай. А чего из этого сакина я ничего не слышал раньше от тебя? Как я сам не в курсе был, братан. Чего он, да как он. Вот поэтому и информировал. Слушай, он же нам мешать будет. Иди найди его, деньги дай, иди, не знаю, заткни любым способом. Понял. Чтобы он не появлялся. Понял, братан. Ты в курсе, да? Суд послезавтра. Ну, надеюсь, это наш последний суд? Конечно, ты уже спрашивал. Ты, ну, теперь уже какой-то мутный сакин появился, я не знаю. Да не переживай ты, с этим сакином сейчас поеду, все раскидаю. Иди, раскидай. Давай. Получается, Асхат не бил того парня, да? Нет, конечно, он же лошара. Он только разнимал и кричал, как бабы. Не трогайте его, то, сё, да. А как вы отмазались? Почему вас отпустили? Ну, ты не забывай, кто мой батя. Это же всё решение. Напомни-ка ещё раз, кто этот парень? Один из приятелей сына, который был на дне рождения. Ну, и, соответственно, один из фигурантов этого дела. А что это его голос? Подтверждение есть? Это легко сделать, просто в три секунды, потому что девушка, чей голос здесь присутствует, подруга сына, и у неё с этим парнем есть не только много совместных фото, но и видео. И вот я хотел спросить у тебя, с учётом видео с камер из ресторана, который тебе предоставлял, на основании этих улик можно доказать невиновность сына? Не знаю, не знаю, Амир. Ну, мало этого. Понимаешь, если бы дело было непроплаченным, чистым, тогда, возможно, улик бы и хватило. Так у тебя же здесь все замазаны. Все. Поэтому тебе нужно ещё что-нибудь. Ещё что-нибудь, это что? Ну, не знаю, например, экспертиза с моргом. Она же есть. Ну, ты сам-то веришь, что оно подлинное? Нет, конечно. Ну, вот. В общем, так, Амир. Нужно съездить в морг, всеми правдами, неправдами, не знаю, получить подлинные результаты. Ну, и на основании этих улик, может быть, у тебя и будут какие-то шансы в суде. Хорошо. Хорошо. Есть ещё пара вопросов по делу Баян. Там вообще много интересного. Амир, скажи честно, ты сам что-нибудь можешь сделать? Могу. Могу предложить тебе здесь роскошный ужин и хорошую искать. Что ж ты за человек такой, Амир? Вискарь, говоришь? Можешь, хороший вискарь. Ну, окей, заказывай. Я в туалет сбегу. Официант, можно вас? Да, да. Шеф, вызывали? Войдите, войдите. Что там у тебя по твоему делу? Я его уже направил в прокуратуру. Суд назначен на послезавтра. Да я в курсе. Ты мне лучше скажи обстоятельства там. Кто виновен, кто замешан. Шеф, там очень много фактов. Давайте я вам принесу дело, чтобы вы сами изучили. Зачем мне его изучать? Ты мне скажи, у обвиняемой есть какие-нибудь доказательства о невиновности? Есть. Я же говорю, шеф, там очень много интересных фактов. Ты что здесь мне загадками говоришь? Мне одного достану, а вот так хватило, который не договаривает. Ну-ка, соберись и доложи, как положено. А что ты ему сказал? Сказал, что виноват во всем Асхат. Подтверждение этому есть. Дело передали в прокуратуру ДЭП. А он что? Да ничего. Понапрягался и все. Ну, то есть теперь ты уверен, да? Что проблем больше не будет? Думаю, да. Дело будет оформлено как убийство. Подозреваемый есть. Все подтверждения имеются. Хорошо. А этот Амир никаких опровержений не приносил? Он даже не приходил ко мне. Мне кажется, он понимает, что ничем уже не поможет. Поэтому и не двигается. Возможно. Алло. Алло, Алло, Даки. Я нашел номер Сакина. Уже скинул вам, посмотрите. Хорошо. Хорошо посмотрю. Ага. Только вы сейчас не звоните ему. А не с Амиром вместе сидят. Понял. Понял. Рахмет. Алло, давайте. Ага. Все нормально? Все идеально. Она от безысходности его же собственным ножом его и пырнула. Так. Получается, мы можем ее оправдать по статье 32 УК РК. Доказать, что это была необходимая самооборона. Вот. Я так и думал. По 32-й. Ну ладно, ладно. Не знаю я 32-ю статью. Ты как моя оправдана? Смотри. Ну тут не все так просто. В суде доказать, что это была самооборона практически невозможно. Но попытаться можно. Для этого тебе нужно будет доказать, что перед тем, как она убила своего мужа, сама была избита им. А для этого ты идешь в больницу, куда ее привезли после самого убийства. и берешь справку о ее состоянии. Врачи всегда фиксируют те или иные травмы. После тебе еще нужно будет доказать мотив, почему он ее избивал. Она говорит, он на нее злился постоянно из-за того, что она забереметь не могла. Вот. Отлично. То есть надо взять справку у ее гинеколога. О ее бесплодии. Ну, соображать начинаешь. Молодец. Помимо справки о ее бесплодии, тебе еще нужно взять выписку, где пишется о том, что у нее был выкидыш. Вот. Это поможет тебе доказать, что выкидыш стал причиной для еще большего гнева ее покойного мужа. Понятно. Потом, раз уж твоя подзащитная заявляет, что он пил, употреблял наркотики, так вот это тоже нужно будет доказать. Как? Слушай, нужно поехать в наркологию и посмотреть, состоял ли он когда-либо на учете. Жалобаев Еркен, говорите? Да. Вы знаете, он у нас состоял на учете, но это было в 2021 году. Но кто его знает, вдруг он заново начал употреблять. Понял, спасибо. А как доказать, что он употреблял все эти годы? Экспертиза. Экспертиза показала, что он был совершенно трезвый. А, ясно. Ну так, это еще не самый точный прогноз. Можно заказать повторную экспертизу с нейтральными экспертами. Ну и там уже видно будет, были ли у него в крови алкоголь или наркота. Но, но, это уже с разрешения родственников. А на повторную эксгумацию они навряд ли согласятся. Вот я и говорю, а как тогда доказать, что он употреблял наркоту? в судебный кабинет. Там, посмотри, там же есть все его административные нарушения. Но я уверен, он обязательно попадался или под наркотой, или под алкогольным опьянением. О, понял. То есть, получается, что он ее постоянно избивал? Да. А то, что произошло в тот день, вы видели своими глазами? Нет, я была в другой комнате. Когда я вышла, все уже произошло. У вас в показаниях написано, что вы были непосредственной свидетельницей всего происшедшего. Почему вы дали такие показания? Мне сказали дать такие показания. Кто сказал? Отец Иркена и следователь. Саягуль, я знаю, что вы работали в этой семье несколько лет. Я знаю, что Баян всегда была добра по отношению к вам. Я уверен, что если бы вы попали в тяжелую ситуацию, она бы по отношению к вам поступила правильно. Сейчас от вас зависит ее судьба. Я предлагаю вам изменить показания, но на этот раз рассказать правду. А мне за это ничего не будет? Нет. Я вам гарантирую, проблем у вас не будет. все. Все? В общем, перепишет свои показания. И ты с вероятностью в 90% выиграешь это дело. А там все остается по мелочи. Нужно будет указать факт того, что ее покойный муж был мастером спорта. Указать его габариты и это поможет тебе доказать, что она была в безвыходном положении. Одна вещь меня все-таки напрягает. Дело же уйдет до 100. И что? И он может не включить в дело найдены иные улики. Так это же прекрасно. Это же тебе на руку. Смотри, ты выступаешь в суде, так? Предоставляешь эти улики. Ну и говоришь, что следователь эти улики к делу не подшивал. Все, все сыграет против этого твоего достана. Это же отлично. Да. А вот теперь самое главное. Ну, ты же помнишь, что нужно делать? Не облажаться в суде. Совершенно верно. Суд приговорил гражданку Курмамбаеву Баян Серегболовну преданную суду по части первой статьи 99 Уголовного Кодекса Республики Казахстан убийство оправдать в связи с отсутствием в деяниях Курмамбаева превышения пределов необходимой обороны и применением статьи 32 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Принято в отношении нее меру пересечения содержания под стражей отменить и освободить из зала суда незамедлительно. На приговор может быть подана апелляционная жалоба или ходатайство прокурора в течение 10 суток. Пожалуйста, присаживайтесь. Уважаемые стороны, поясняю, подсудимая Курмамбаева действовала соответственно характеру совершавшегося противоправного постигательства и степени его опасности. Поэтому ее действия не образуют признаки пределов необходимой обороны и не попадают под признаки уголовного правонарушения согласно статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Тем самым уголовная ответственность с нее снимается. Дело закрыто. Амир? Да. Ну что ж, несмотря что мы были по разной стороны в этом деле, не могу не поздравить вас с вывершим делом. Спасибо. Мне приятно ваше признание, хотя вердикт суда, конечно, до сих пор верится с трудом. Бывает. Ладно. Не буду отнимать ваше время. Даст Бог еще свидимся. Еще раз поздравляю. Всего хорошего. Амир, спасибо вам большое. Спасибо большое. Не смог задержаться, извиняюсь. Я хотел вопрос задать. Судья говорил про жалобу. Это никак не отразится на нашем деле? Нет, нет, нет. Апелляция это стандартная процедура. И потом мы предоставили так много доказательств невиновности вашей дочери, что никакая апелляция той стороне уже не поможет. Все, понял. И еще деньги на тот же счет отправлены? Да. Хорошо. Мы как отсюда освободимся, я сразу все внесу. И Амир, там еще будет небольшой бонус от меня. Вы примите его, пожалуйста, не отказывайтесь. Спасибо, мне приятно. Спасибо еще раз. Я, я пошел к семье. Поздравляю вас. Благодарю. Увидимся. Прощайте. Сакьян. Ну, можешь поздравить. Мы выиграли это дело. А, да? Ну, что ж, тогда нужно поздравить меня, а не тебя. Да ладно, ладно, шучу я. Ну, что, молодец, поздравляю. Не, не могу. Давай чуть позже встретимся. У меня встреча просто. Все хорошо, давай. Давай, давай. Саламу алейкум. Малайки месседан. Дидар, очень приятно. Писаживайтесь. Ахмед. Сакьян, я вам благодарен за то, что вы нашли время для встречи. Мне просто интересно, какое же предложение у вас ко мне. Предложение очень интересное. Я бы даже сказал, весьма. Ну, даже так? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова